Я надеюсь, дети меня в этом состоянии не видели. Как-то ты их разбудила, помыла всем голову. Ты сказала, что это важно для мамы. И потом всей семьёй мы пошли куда? Куда? На кладбище. Мы ходили на кладбище? Да, да. Зачем? Ты решила похоронить рыбок. Мы хоронили рыбок? Не совсем, мы не смогли их похоронить. Кое-кто потерял пакет с усопшими. Ой, какой кошмар. И что потом было? А потом ты легла спать. Слава богу, что всё так закончилось, и я заснула, да? Не, почему закончилось? И мы с детьми тащили тебя с кладбища за ноги. Господи ты, боже мой! Вот именно это сказал сторож кладбища, когда нас увидел. Господи, боже мой! Вот я дура-то! Ну что, я надеюсь, дамочка удовлетворена всем салютики. Ну что, давайте поедим. У меня есть сегодня картофан, рыбка, филешечка, горошек зелёный. Вот и всё. Я сплю, сплю, вообще сплю, потому что у нас видимо такая погода, что напрочь сшибается с ног. Вот сижу, а глаза закрываются, как есть, я не знаю. Я могу сейчас очень быстро устать. Так что вот так. Всем приятного аппетита! Вообще, конечно, очень интересно, любопытно и познавательно узнать в 52 года, что я, оказывается, пьющий. Ой, я не могу. Всю жизнь как-то была не пьющей. А тут мне прям глаза открыли. Я сейчас отойду в плане того, что погода погодой. Ну как-то дела-то делать всякие надо. Вот взяли фиш, вот это вот. Ну, короче, там порционно они тоже. Замороженное, короче, филе. Я фиш не особо доверяю, это муж привёз. С магазина. Я фиш не, ну, как бы не особо. Приготовила просто с луком, со сметаной. Как немножко потушила эти кусочки. И оказалось действительно очень вкусно. Ну, не очень, но есть можно. Ну, в следующий раз я, естественно, скажу, чтобы ни в коем случае не брал. А вообще, куда без юмора сейчас? Ну, куда? Ну, куда? Ну, куда?